Добрый день, дорогие друзья! На любимом вами библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Такой вопрос пришел. Что делать, если любовь ушла? Семейные люди, скорее всего, спрашивают. Позволю немножко не согласиться с таким утверждением. Любовь не может уходить. Потому что любовь по определению святого апостола Павла, которую он дал в Первом Послании к Олимпинам, в 13 главе, вот это его замечательное, можно сказать, непревзойденное определение любви, где великий апостол говорит, что любовь долготерпит, милосердствует, «не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит». Поэтому любовь по определению, она не может просто взять и уйти. Вот сейчас она пришла, а там через неделю, через месяц, через год, через два, она вдруг ушла. Не может уйти любовь. Скорее всего, то, что мы в нашем быту, по простоте своей, называем любовью, это или влюбленность. Влюбленность действительно может проходить. Может остывать чувства. Могут привычки ближнего, скажем так, супруга или супруги, соответственно, которые раньше ты мог или ты могла терпеть, а теперь уже они начинают тебе раздражать до невозможности. Какие-то немощи ближнего. То есть все то земное во взаимоотношениях с людьми, это может уходить. И то, что раньше ты мог терпеть и спокойно как-то переносить, это начинает раздражать, и это может становиться причиной конфликтов, порой очень серьезных, и вплоть до распада семьи. Но любовь по определению уходить не может. А как вообще быть, если чувствуем, да? Вот люди говорят, вот я чувствую, что как бы стали остывать чувства, чувства к ближнему человеку. Что здесь можно посоветовать? Конечно, дорогие друзья, в рамках одного ответа невозможно дать такой вот универсальный совет, но что я могу посоветовать тем, кто, по крайней мере, пожелает этот совет услышать. Один из ныне здравствующих учеников преподобного Паисия Святогорца, проживающий на Святой горе Афон, старец Гавриил, он подвизается в келье недалеко от Кореи. И Корея — это столица Святой горы Афон, Монашеской республики. И вот даже в интернете вы можете найти при желании его совет супругам, которые оказываются в подобной же ситуации, как вот был задан вопрос. Если чувствуете, что любовь, отношения остывают, скажем так, что-то теряется, вот это первое, вот это чувство радости от видения, слышания близкого тебе человека, старец Гавриил советует, постарайся обратить самое серьезное внимание на то, что в твоем поведении раздражает твою супругу или супруга, соответственно. Обрати на это самое серьезное внимание и постарайся впредь с Божьей помощью приложить все усилия со своей стороны, чтобы вот это, например, больше не делать. Какой угодно можете привести пример. И, собственно, дорогие друзья, в своей жизни понаблюдайте. Если вы видите, да, что муж вот видит, что его супругу очень раздражает, да, она терпит, конечно, может быть, терпит, годами молчит, не высказывает, но очень раздражает какая-то черта твоего характера, или, допустим, неопрятность, неаккуратность, или такая вот непоследовательность, да, или дал слово, не выполняешь, или, так сказать, заставляешь себя очень долго ждать, и так далее, и так далее. Или, наоборот, мужа очень раздражает, это огорчает, когда супруга, что бы ее ни попросил, первые слова нет. Она как бы с радостью потом сделает. Ну, вот уж входит привычка, ну, такое бывает, к сожалению, никого не хочу обидеть, представительниц прекрасной половины человечества, но такое бывает, да, когда в некоторых семьях супруга просто привыкла, что бы муж ни попросил, сначала сказать нет, а потом она сделает. Ну, вот первый вот этот внутренний протест, и он, конечно, огорчает. И вот так или иначе и мужу, и жене обратить внимание на то, что больше всего обижает, огорчает, раздражает твою половину в твоем характере, в твоем поведении, и постарайся впредь этого не делать. Даже если ты все равно будешь так или иначе падать по немощи, обратить на это внимание, просить усердно Бога сказать, «Господи, помоги мне справиться, помоги мне преодолеть, помоги мне возненавидеть именно вот эту страсть или вот эту дурную привычку, помоги, Господи, мне от нее избавиться, потому что эта моя привычка или этот мой недостаток разрушает нашу семейную любовь». И если так будут делать оба, вот обратите внимание, если оба такое встречное желание, и у мужа, и у жены, каждый старается в самом себе исправить то, что огорчает и раздражает твоего ближнего или ближнюю, то тогда есть надежда, что с Божьей помощью ваш семейный союз будет по-настоящему наполнен любовью, взаимопониманием, единодушием и единомыстием, чего всем вам и желаю, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!